У рамках фестиваля отбылась церемония ускладания кветок до вечного огня у лябраска могилы советских воинов и партизан за делом премьер-министра Беларуси Романа Галученко и простовников Диаспор, которые живут в нашей стране. Делегаты от национальных общин и гости города ушановали память загинулых во Великой Чиной войне. Тогда у 40-х в борьбе за перемогу все разом стояли плячун до пляча. Беларусь и азербайджанец, русский и таджик. В церемонию складания кветок вели на маучание и залпу. Гонор тыхта уступил боротьбу с немецко-фашистскими захопниками, воявал и отдау свое житё в боях. Они за нас боролись, мы счастливо живем сейчас в Беларуси, не только в Беларуси, в СССР, в странах СНГ и так далее. Поэтому мы очень благодарны, пришли почтить память свою нашим предкам. Тема надыходящего в 80-ти годе вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников тесно пероплялась с фестивальными падеями. У одинствия народа у залог великой перемоги, а света национальных культур за свою 28-ми годовую историю стала символом историчной памяти, миру, сгоды и одинства на беларусской земле. Сегодня в нашей краине живут дружно представники Амаль 150 народностей, денежусь больше за 3,5 тысячи религийных организаций и 25 конфессий. Что касается наших беларусских поляков, то мы себя не чувствуем никем, кроме беларусов, с польским, конечно, оттенком, потому что наши корни там. И сегодня на фестивале поляки будут широко представлены всеми регионами, где вот так локально, компактно мы проживаем. Мы постараемся еще раз рассказать о своей культуре грудницах, трудно удивить, потому что, как ни крути, поляков здесь много, это, наверное, самый большой регион, где проживает компактно польское население. Но все же у нас будут представители и с Брестского региона, представители из Минщины. Мы более широко познакомим с традицией польской культуры, с традицией польского пряника. Естественно, традиционные блюда будут представлены. Мы постарались, как и в прошлый раз, чтобы нашу культуру представляли не только люди старшего поколения, но от младшего до старшего возраста. У нас будут присутствовать детские, которые будут читать стихи, которые будут петь песни, которые будут рассказывать о польской культуре. И то, что уже польский язык и польская культура здесь звучат и присутствуют, говорит очень о многом. И за это спасибо государству. Для меня возможность сейчас встретиться с руководителем диаспоры, с большим количеством друзей, гродненцев, которых знаю, уважаю, люблю. Я знаю, что и со стороны многие приглашают. В социальных сетях разослал приглашение, очень многие откликнулись. Я надеюсь, что многих увижу и многие увидят меня. И это здорово, когда можно быстро, компактно увидеться со всеми, пообщаться. Ведь общение человеческое дорогого стоит. Это фестиваль радости, праздник радости. Мы так ждем его всегда, вы просто не поверите. Жалко, что он проходит раз в два года, но тем он важнее и тем он приятнее, когда мы его дождемся наконец-то. И мы приезжаем. Мы приехали из Минска, а сами мы из Азербайджана. Я из Азербайджана, из города Баку. Так что я настоящий белаз, белорусский азербайджанец. Здесь живется не просто хорошо, настолько все толерантно, настолько, знаете, никто, никого не... Вот вы видите, мы здесь встречаемся все, никакие армяне, никакие друзья, мы братья, мы белорусы. Вот и все.